На нашу территорию вторглись Запорожье, Луганск, Херсонская область, так? А где УДКБ? УДКБ где? Где войска УДКБ? А Россия в УДКБ ставила этот вопрос? Вот, к чему я веду. А если Россия поставит этот вопрос? А знаешь, что ответит хитренькая УДКБ? Они ответят, а когда мы подписывались под УДКБ, территория России была другая. Но если они так на этот вопрос ответят, то тогда вопрос, а зачем такие нужны УДКБ? Я против иллюзий. Вот. А вот для того, чтобы их не было, тогда возникает вопрос о смысле существования некоторых организаций. В условиях, когда, если им надо, то мы, пожалуйста... К вопросу о рентгене. К вопросу о рентгене. Конечно. А когда нам что-то надо, все так, ууу, не, ребят, не, не, не. Мы в страшном одиночестве. И что? Нас, как бы, вдвое меньше, чем было в Советском Союзе и в Российской империи. И что? Наше общество очень сильно повреждено вот этим гедонизмом и прочим. И что? Это же не значит, что мы можем проиграть. Есть ли, как бы, все так замечательно, какого хрена мы отступаем с территории, которая является уже частью Российской Федерации? Значит, все не так замечательно. Это же не значит, что все так чудовищно, как это хочет навязать украинский враг, иностранные средства массовой информации, и истерики, идиоты, которые тут воют, как собаки, от каждого этого эпизода. Это же не значит, что это так. Но это же не значит, что это замечательно. Правда? Мы неблагополучная страна. Мы просто территориально неблагополучные. Это не называется комфортное размещение территорий. Мы можем удерживать это государство, наше родное, любимое для нас, бесконечно дорогое, только ценой чрезвычайных усилий. Оно такое. У нас вокруг люди, которые, соседи, которые очень с большим аппетитом смотрят на нашу территорию, что у нас есть. У нас низкая плотность населения и так далее и тому подобное. И, черт возьми, нас сейчас не так уже много. Мы все время привыкли, что нас так много, как было в Российской империи или в Советском Союзе. Но это не так. Кто-нибудь готовился к очень большой войне? С 98-го года, да? Точно. Была отменена сама доктрина возможности большой конвенциональной войны. Нам навязана большая конвенциональная война, которая на протяжении десятилетий исключалась из военной философии постсоветской. Она не должна была существовать. А в Херсон нам еще надо будет вернуться. И не только в Херсон. Украину все равно предстоит освобождать. Но чтобы это было возможно, надо совершить работу над ошибками. Надо в полной мере раскрутить нашу промышленность. Надо осознать, кто виновен в ошибках. Надо осознать, как мы их исправляем. Подготовиться и решить поставленную верховным главнокомандующим задачу. Поэтому все те, кто думает, что та трагедия для нас, которая произошла в Херсоне, это какая-то часть договорника, что все предали. Нет. Нет. Это тяжелые испытания. Никакого договорника нет. С нами никто не собирается договариваться. А мы уж точно ни с кем не собираемся договариваться. Наши земли под врагом. Мы впервые в нашей истории после 1945 года, ну там 44, соснулись с тем, что наши земли оккупированы. А эта реальность не входит в сознание. Нет. Мою вошла очень жестко. Я не про нас. Родная Херсонщина. Родное Запорожье еще не освобождено. Родная Донеччина. Луганский там маленький кусочек, но есть. Не может такого быть. Здесь есть доверие. Либо мы выиграем войну, либо весь мир в труху. Вот другого варианта нет.